Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и сегодня у нас с вами очередной, второй из трёх мини-тренинг по нейроорбитам. Что такое нейроорбиты и зачем вам вообще о них что-то знать? Нейроорбиты — это созданная нами в Институте нейроинтеграции авторская концепция, которая помогает трансформировать наше мышление, чтобы избавиться от самосаботажа, чтобы избавиться от прокрастинации, чтобы избавиться от перфекционизма, чтобы избавиться, по сути, от того, что заставляет нас ходить кругами. Когда мы прикладываем кучу энергии, но воссыны не там, когда мы вот крутимся, крутимся, как такой хомячок в колесе, при этом применяем самые умные техники продуктивности, и мы, в общем, все-таки в балансе, в ресурсе, и при этом мы всё равно продолжаем из раза в раз, из месяца в месяц, из года в год ходить кругами, так и не реализуя свой потенциал. И сегодня мы с вами будем говорить, почему это происходит, какие орбиты за этим стоят. Я надеюсь, что вы многое в себе узнаете, и я думаю, это будет очень любопытная штука. Я покажу исследования, которые мы делали, результаты тестов, и расскажу, собственно, что с этим можно делать, что мы с этим делаем в Институте нейроинтеграции. Итак, перед тем, как мы посмотрим конкретно на орбиты, я предлагаю посмотреть на общую картинку. Мне кажется, её важно, может быть, вы её уже видели, но важно нам её здесь напомнить. Я абсолютно убеждена, что наш потенциал и реализованность нашего потенциала у нас состоит из трёх множителей. И это именно множители, не слагаемые, а множители, потому что если одного из этих множителей у нас нет, то результат получается в итоге нулевой. И эти три множителя – это наше состояние, это наша способность управлять своим психическим, ментальным ресурсом. Это можно делать, мы об этом говорили в предыдущем тренинге. Я оставлю ссылку, обязательно-обязательно посмотрите, там очень прям фундаментально об этом. Это наше мышление, то есть то, по сути, как мы реагируем. Можем ли мы гибко мыслить и гибко реагировать, либо мы ходим кругами и устраиваем себе циклы самосаботажа, прокрастинации и перфекционизма. Это, собственно, то, о чём мы будем говорить сегодня. И у нас есть ещё третий блок, это блок действий. Это про систему действий, благодаря которой мы можем сфокусироваться, при которой мы можем адаптироваться, когда что-то идёт не так, и шаг за шагом системно прийти туда, куда нам нужно прийти. Вот общая такая картинка, канва метода нейроинтеграции заключается в развитии этих трёх навыков. Навык управления состоянием, навык управления мышлением и навык управления действиями. И если эти три компонента, три навыка у нас развиты в полной мере, то мы можем в полной мере реализовать свой потенциал. И таким образом у нас каждый из этих компонентов, про каждый из этих компонентов я делаю мини-тренинг. Как я уже сказала, по состоянию тренинг у нас уже был. Это тренинг по мышлению, и через неделю у нас выйдет тренинг по действиям. Так, вообще история с орбитами и с мышлением, она вообще откуда взялась, как она возникла? Потому что, как я уже сказала, это авторская концепция, которой я не вычитала в какой-то чьей-то книге. Она была именно создана, создана нами. И появилась она очень удивительным образом, на мой взгляд. И во многом она появилась благодаря вам, благодаря аудитории, которая у меня была ещё там несколько лет назад. Ну, сейчас забежим немножечко до этого. В момент примерно 10 лет назад, мне тогда был 21 год, я уже основала свою технологическую компанию, уже жила в Америке, училась в это время в MIT, параллельно училась в Гарварде, параллельно пыталась привлекать деньги в эту компанию. И я тогда просто ужасно выгорела, просто ужасно. И я решила, что мне нужно искать какие-то новые техники, какие-то новые способы, которыми я могу поддержать свою продуктивность, чтобы быть более эффективной, меньше времени тратить на задачки. И тогда я, в общем, мне казалось, что тогда мне это спасёт. И тогда произошёл мой переход от такого классического планирования к agile спринтам, которые я адаптировала под себя. И впоследствии я увидела классные результаты. Мне это помогло выбраться из моего выгорания. Мне это помогло очень ускориться в бизнесе. Мы продали нашу компанию. Я переехала в Калифорнию, стала вецпрезидентом. В общем, мы эту историю, я уже много раз вам рассказывала. Я не буду её пересказывать. И, собственно, на базе этого родился мой agile ежедневник, моя книжка просто «Космос». Они у меня тут красавчики. И это произошло, я их написала где-то около пяти лет назад. То есть вот я сначала на себе всё это экспериментировала, потом я написала эти книги. И когда появился просто «Космос», он моментально стал бестселлером. Его Forbes признал «Бизнес книгой года». И огромное количество людей, я, честно, даже не ожидала, стали использовать вместе со мной, стали использовать спринты. Им они тоже понравились, тоже зашли. И мы начали делать совместные спринты. У меня начала расти моё комьюнити. И мне показалась прикольной идеей, если мы будем все вместе начинать спринт, вместе ставить цели, вместе каждую неделю отчитываться о своём прогрессе. И вот этот вот совместный ритм будет классно. И я назвала это «Космической командой». Многие из вас, наверное, кто сейчас это слушает, вы были на «Космических командах», вы помните их. И это был совершенно кайфувейший опыт. Мне очень-очень нравилось это делать. Мне само это очень помогало в моих спринтах. Я тут даже вот скриншот откопала из телеграммы. Вот этот август, январь. В общем, почти каждый месяц мы делали эти «Космические команды». Мы их делали несколько лет. И каждую неделю их прошли тысячи человек. То есть мы прикидывали где-то там 25-27, может даже 30 тысяч человек их прошли. И каждую неделю участники заполняли рефлексию. Они заполняли отчёт, что у них получилось, что у них не получилось, как они могут изменить свой подход. То есть у нас собралось безумное количество данных о том, как люди идут к своим целям. Наверное, больше данных, чем у какого бы ни было исследователя в мире, который занимался вопросами продуктивности. То есть, представляете, десятки тысяч человек. Мы это несколько лет делали. Каждую неделю люди заполняли рефлексии. Ну, в общем, данных просто безумное количество. И мы начали сначала просто замечать, потом мы стали это видеть уже в этих рефлексиях, тоже эту статистику, что люди каким-то очень странным образом и очень похожим образом саботируют своё движение вперёд. То есть они вроде бы пришли, они делают всё правильно, они определили свои цели, они там их все расписали, всё распланировали. То есть, как говорится, всё делают по учебнику, в данном случае по моей системе. И при этом начинается спринт, и начинают происходить какие-то очень странные вещи. Первая категория людей, они начинали происходить какие-то внешние обстоятельства, которые им мешали приступить к СМТ. Либо они понимали, что им это не дано, то есть они вроде бы даже ничего толком ещё не начали делать, они уже всё решили, что им не подходит. Либо вот у них там кошка рожает, у них там бабушка приехала. И, в общем, из раза в раз, из спринта в спринт мы видим одно и то же, что разные цели, а всё повторяется. Люди саботируют своё движение вперёд, как-то относя это к каким-то внешним обстоятельствам. Мы закрываем глаза на своё движение. Вторая категория людей, тоже очень любопытная, и их было прям большинство, это люди, которые были очень тщательные в подготовке к спринту. Они всё расписывали, у них всё было прям чётенько, у них были все ежедневники распечатаны, у них, ну, в общем, всё было, знаете, такой отличный, прям отличник, всё идеально, но когда дело доходило до дела, то дело не происходило. То есть вот эта бесконечная подготовка, бесконечная надо вот что-то вот допланировать, доизучать, до чего-то вот это, оно не заканчивалось. То есть прокрастинация это, ну, и вроде как под соусом того, что, ну, я же не буду, значит, в полымя прыгать, нужно же как-то, я же серьёзно к этому ко всему отношусь, мне нужно же как-то по-человечески всё это подготовить. И вроде бы, ну, да, логично, что нужно, ну, нужно тяп-ляп делать, но опять же, когда ты это наблюдаешь, с очень длительным периодом времени в отношении разных целей, то ты понимаешь, что, наверное, за этим что-то стоит больше, чем просто необходимость тщательно спланировать и тщательно подготовиться. И была третья категория людей, которые были, я их чувствовала наиболее хорошо, потому что это моя песня. Когда человек приходил, мы ему говорили, вот, смотри, тебе нужно выбрать три цели, он говорит, ну, даже какие три, у меня их 33, и ещё по дороге он нагребал ещё 333, то есть он, этот человек, он просто всё, вот ему всё надо, никакую возможность нельзя упустить. И в итоге это распыление, отсутствие приоритетов тоже заводило тупик, и вот этими кругами бесконечного распыления люди пользовались. И наблюдая эти три очень узнаваемых, очень повторяющихся шаблона поведения, мы задумались, а что же это такое, а про что это может быть. И мы назвали эти три стратегии, три автоматические, вот эти вот круга, по которым люди ходили, мы назвали их орбитами. Первая орбита – это орбита игнорирования, вторая орбита – это орбита подготовки, и третья орбита – это орбита борьбы. Мы их изначально назвали немножко по-другому, но вот в итоге мы пришли к таким формулировкам. То есть это три стратегии, автоматические стратегии, которыми мы сами того не осознаваем. Мы начинаем на них скатываемся, начинаем мы ими действовать, и даже не понимаем, что это с нами происходит. И у каждого из нас есть излюбленные стратегии, которыми мы вот как 7 бед, один ответ отвечаем. И вот орбиты – это такие вот по сути прямо вот концентрические круги, где мы вокруг своей реальной цели, реальной трансформации, мы ходим, наступая из раза в раз на одни из тех же грабли, и таким образом просто саботируем свой прогресс. И логичный вопрос тогда из этого всего вылезает. Ну, слушайте, зачем взрослый, умный, сознательный человек, который хочет, чтобы у него в жизни стало лучше, а не хуже, зачем мы ходим кругами и саботируем свой прогресс? Почему так происходит? Мне это было безумно интересно, потому что я за собой тоже это замечала. То есть моё такое типичное поведение, это возможности нельзя упускать, нужно за всё браться, за всё хвататься. И мне это было очень хорошо знакомо, и мне было очень любопытно понять, почему я это делаю. Ну, вроде бы я же думаю головой, я себе не враг. Зачем я это делаю? Почему я не могу удерживать приоритеты? Почему я не могу выбрать для себя главное? Почему так происходит? Почему другие люди, которые тоже умные, сознательные, всё такое, почему не застревают в этом бесконечном планировании, вот это, знаете, как семь раз отрежь, отмерь, восемь раз отмерил, девять раз отмерил, десять отмерил, а отрезать всё никак. И почему люди это делают? Почему так? И ответ на самом деле лежит в человеческой нейрофизиологии, и он на самом деле очень прост. Наш мозг, он всегда ищет лёгкие пути. И он это делает не потому, что он ленивый, потому что он какой-то там не такой, а потому что нам нужно экономить энергию. Одна из задач нашей психики, нашей нервной системы заключается в том, чтобы экономно расходовать энергию. Это вот сейчас мы можем в любой момент добраться до холодильника и наесть тебе щёки бесконечного размера. А вот до того, как последние сто лет у нас вся эта возможность появилась, количество энергии доступное, оно было ограничено. И одна из задач мозга – это экономить энергию. Мозг при этом жутко прожорливая штука. Наша префронтальная кора, та, которая может гибко мыслить, выбирать стратегии действия, вот это вот всё, она очень много жрёт энергии. То есть она классная, она суперкрутыми возможностями обладает, вся такая из себя креативная, может там с учётом контекста принимать какие-то там креативные решения. Но чтобы её использовать для всех задачек, это просто невозможно. И она плюс ещё, она немногозадачная. И в общем всё на свете, ты не можешь все задачи в своей жизни решить с префронтальной корой. и это значит, что ты должен их делегировать другим отделам мозга, которые, ну, сделают как бы неплохо. Вот знаете, когда у вас есть в компании сотрудник, который делает офигенно, но он и так уже загружен, он очень дорого стоит и так далее, а есть те, на кого можно, ну, вот как бы в принципе нормально сделать, скорее всего. И у нас есть такие отделы в мозге, которые помогают нам быстро, энергоэффективно, не очень точно, но быстро и энергоэффективно принимают решения. И эта система, хорошо вам, наверное, уже знакомая, если вы давно меня слышите, называется лимбической системой. То есть если наша префронтальная кора, это вот-вот здесь вот, то лимбическая система, она находится так немножко поглубже, если смотреть с нашего черепа, так немножко, если поглубже покопаться. И наша лимбическая система, это часть нашего эмоционального регулирования, и поэтому вы наверняка слышали о том, что мы большую часть решений принимаем эмоционально, именно потому, что эти решения мы принимаем в нашей лимбической системе. Все кортексом не порешаешь, это просто будет невозможно, мы будем очень сильно тормозить. И большинство наших поведенческих реакций, они автоматические, и они реализуются нашей лимбической системой. И вот эти автоматические реакции, которые мы назвали орбитами, они формируются на основе нашего предыдущего опыта. И особенно часто они формируются в нашем детском возрасте. Какая логика здесь? Смотрите, мы столкнулись с какой-то ситуацией один раз, мы столкнулись с ней два раза, три раза. Мы каждый раз ее заново, эту задачку, решать не будем. Если я вам сейчас скажу, 6 и 6 сколько будет? Вы скажете 36. Не потому, что вы сейчас взяли и пошли посчитали, просто потому, что вы знаете, что 6 и 6 – 36. И если бы вы в детском возрасте запомнили, что 6 и 6 – 35, то первое, что бы вам выскочило, это было бы 35. То же самое происходит не только в отношении математики, но и в отношении любых других задачек, которые мы в какой-то момент в жизни решали. Мы с гораздо большей вероятностью выберем решение, которое мы до этого уже использовали. И оно плюс-минус нам подошло. И даже если ситуация не совсем такая же, даже если обстоятельства чуть-чуть изменились, мы, скорее всего, используя мощности именно нашей лимбической системы, выберем тот путь, который до этого у нас уже был протоптан. И вот этот протоптанный путь, оно же система наших нейронных связей, которая до этого уже сформировалась, она и будет управлять нашим поведением. Не логика, которой мы можем взять, там, взвесить за, против, контекст, нюансы. На это банально в большинстве случаев нет времени. А еще чаще на это нет возможности, потому что, когда мы находимся в стрессовом состоянии, мы об этом говорили в предыдущем тренинге, наша префронтальная кора работает очень плохо. То есть нам, в принципе, вот ее включить в этот момент невозможно. И у нас нету других вариантов, кроме как принимать очень быстрые, энергоэффективные, но не очень точные решения на основе нашей лимбической системы, нашего предыдущего опыта, на основе наших орбит. И очень часто наши стратегии поведения, наши орбиты, они во многом связаны с тем, как мы в детстве себя вели. Говорят, да, очень многое с детства. Почему так? Потому что нейропластичность в детстве очень быстрая. У нас мозг очень прям такой пластилиновый-пластилиновый. И одна ситуация может сформировать за один раз, сформировать у нас какую-то поведенческую структуру. Ну, например, я не знаю, вам в детстве какой-то там авторитетный человек сказал, что не лезть, у тебя ничего не получится, тебе не дано. И мы это запомнили. У меня такая фигня была с вождением. Я там один раз села за роль, мне папа сказал, что это, короче, видимо, тебе не судьба. Я в результате не водила до... Я не знаю, сколько мне было, в 25-26 лет я права получила в итоге в Америке, не водила до этого момента. Потому что я себе эту штуку записала и решила, что вот мне, наверное, не дано. Поэтому я к чему это? К тому, что наши орбиты, это вещь абсолютно естественная, это вещь абсолютно нормальная, это не значит, что с нами что-то не так. Это результат того, что наш мозг старается экономить ресурсы, старается их перераспределять. Он не может все повесить на префронтальную кору, которая сегодня есть, а в стрессе ее уже нет. И у нас есть стандартные решения, которыми мы стандартно реагируем на все подряды ситуации, включая нестандартные, даже там, где эти решения не очень подходят. И в итоге у нас получается три стратегии поведения. Стратегия номер один – игнорирование. Ну вот, например, у нас есть задача поиск новой работы. Мы хотим найти новую, высокооплачиваемую, классную работу. В итоге, да, что мы делаем? В первой орбите мы не делаем примерно ничего. Почему? Потому что нет смысла пытаться. У меня нет способностей на хорошие позиции только по блату, везде тебя будут эксплуатировать. Как это, знаете, не жили хорошо, нечего начинать. Вот эта вот вся красота, да, она приводит к тому, что мы бездействуем, мы игнорируем какие-то возможности, потому что мы считаем, что у нас все равно ничего не получится, и мы просто на них закрываем глаза. Типа подвернется что-нибудь, свалится нам на голову, ну тогда может быть. А так нет смысла. И это, собственно, первая орбита. Орбиты игнорируем. Вторая орбита. Это орбита подготовки. Тот же самый пример. Поиск новой работы. Что нужно сделать для того, чтобы найти новую работу по версии человека, у которого активная такая самая, гиперактивная, я даже сказала, или гравитационная орбита, это подготовка. Что он будет делать? Он будет делать такое детальное исследование рынка труда. Потом он скажет себе, слушайте, ну я же хочу в международную компанию. Международные компании без английского нормального не берут. Мне нужно пойти подучить английский. Подучил английский, ну как-то вот, понятно, английский у меня может и ничего, но надо же как-то вот с момента, когда я диплом получил, уже все поменялось, надо как-то навыки отточить, и вообще без корочки тебя нигде не возьмут. Ну и потом это резюме у меня написано, левый, задний. Нужно нанять консультанта, чтобы его переписать, нужно фоточку новую на резюме сделать. В общем, короче говоря, мы будем делать все, что угодно, кроме как ходить на собеседование, что, в общем-то, как раз-таки и приведет нас к получению работы. То есть это такой бесконечный цикл подготовки, вроде бы как с оправданием на то, что, ну, я если вот хорошенько сейчас подготовлюсь, то у меня лучше получится. Ну, как бы в реальности мы все знаем, что ты как не готовься, ты не можешь риск провала свести к нулю. Тебе в какой-то момент нужно действовать. Проблема второй орбиты, что мы до этого момента никак не можем добраться. Проблема третьей орбиты, орбиты борьбы, она, ну, ровно обратно. Это история, когда мы из огня в полымя, когда мы вместо того, чтобы искать новую работу, мы берем третью, когда мы отказываемся от отдыха, когда мы просто не можем сказать нет новым возможностям, когда вот это достигаторство становится для нас смыслом всего, хотя мы даже не задаемся вопросом, нафига оно нам надо. И вот эта карьера сама себя не построит, и отсутствие возможности говорить нет каким-то новым новым возможностям, новым идеям и так далее. То есть мы постоянно хватаемся за новое, мы не можем это отфильтровать, мы не готовимся, да, то есть вот если на второй орбите мы слишком много, готовимся на третьей орбите, мы не можем взять какие-то базовые предварительные шаги, в результате мы делаем очень много ошибок. И вот эта вот такая неуёмность, она свойственна третьей орбите. И смотрите, что тут любопытно. Вообще-то говоря, орбиты — это неплохо, потому что мы, когда эти решения, стандартные решения, мы их выработали, они в какой-то момент нам, в общем-то, служили. То есть, наверное, в каких-то ситуациях они полезны. И если так уж честно быть, есть ситуации, в которых тебе нужно проигнорировать то, что происходит, когда тебя это не касается, когда ты на это не можешь повлиять, чего лезть и чего пытаться действительно, если ситуация полностью вне твоего контроля или это, ну, вот как, да, типа, гравитация. Вот что ты будешь? Ветряными мельницами будешь бороться. То есть, первая орбита, она очень полезна в том смысле, что она экономит ресурсы, если действительно это та ситуация, на которую ты не можешь повлиять. Но если это ситуация, на которую ты можешь повлиять, это уже не круто. Вторая орбита тоже может быть весьма себе полезна, когда ты делаешь что-то, где очень высокий риск. Ну вот мы запускали спутники, мы строили аппарат, и мы его тестировали, перетестировали, планировали, перепланировали, то есть твоя задача снизить риски, да, ты лучше запустишь этот спутник на полгода позже, но ты все перебдишь и все перепроверишь, потому что когда ты его уже запустил, ты уже не можешь пойти и чего-то там поменять. И поэтому действительно для каких-то задач, где риск очень высокий, тебе нужно использовать вторую орбиту, это здорово, это полезно, это круто. Проблема в том, что когда ты там застрял или когда ты пытаешься вот этот вот свой перфекционизм и бесконечную подготовку делать задач, которые того не стоят, когда нужно просто взять, пойти и сделать, а ты там уже 85 приложений скачал, 3 книжки прочитал и так далее, когда можно было просто взять и за 15 минут взять и сделать, тогда это вызывает проблемы. С борьбой, та же песня, да, круто, когда ты можешь браться за новые возможности, когда ты их видишь, когда ты проактивен, но с другой стороны, когда ты не можешь остановиться, когда ты хватаешься за все подряд, это проблема. И в итоге мы для себя поняли, что проблема не в этих автоматических стратегиях как таковых, а в том, что они, мы их используем, не задумываясь, да, то есть если на уровне кортекса, когда мы принимаем решение, мы учитываем нюансы, мы учитываем что куда как, мы анализируем ситуацию, то здесь имеет один ответ. И вот эта вот история на автомате приводит к тому, что в куче ситуаций мы действуем неэффективно, просто потому, что это для нас знакомо. И мы сделали такие очень любопытные выводы, мы разработали тестирование. Кстати говоря, если вы тестирование не проходили диагностическое, я обязательно закреплю в комментариях, повешу ссылку, чтобы вы его прошли, потому что это очень интересно и, собственно говоря, это диагностическое тестирование, оно анализирует и состояние мышления, и действия. Но в контексте мышления оно определяет ваши излюбленные орбиты. И в зависимости от того процента, который вы получите, у вас может быть либо слабо выражена орбита, если у вас ее меньше 20%, либо активная орбита, если ее от 20 до 50%, либо гравитационная, такая гиперактивная орбита, если там больше 50%. Слабо выраженная орбита – это орбита, которой мы не пользуемся, которую мы очень редко проявляем и даже, возможно, подавляем. Еще эта орбита очень часто бесит в других людях. Вот, например, у меня самая слабая, слабо выраженная орбита – это первая. И это приводит к тому, что меня очень раздражает и вот стало лучше за последнее время, с момента, когда эта концепция родилась, когда я стала с этим работать, но все равно это моя такая зона роста. Меня очень раздражают люди, которые могут сидеть, сложа руки. Мне очень тяжело ждать, мне очень тяжело мириться с ситуациями, которые находятся вне моего контроля, на которые я не могу повлиять, где мне нужно просто отпустить и как бы выждать время. Для меня это просто мука, просто жуткая мука. И это как раз-таки признак слабо выраженной орбиты, потому что мне эта стратегия поведения не свойственна, мне в ней тяжело. Активная орбита – это та, которую мы используем регулярно, которая для нас такая комфортная, но при этом мы на ней не зациклены. А вот гравитационная орбита – это как раз та, на которой мы зациклены, которую мы используем просто без разбора. Подходит она нам, служит она нам здесь или вредит, мы все равно ее используем. И смотрите, какие очень интересные результаты мы получили на основе проведенного буквально только что тестирования. Вот эти значения – это то, что мы получили больше, чем от 14 тысяч человек, которые прошли диагностический тест, который я вам все еще рекомендую очень пройти. Смотрите, самая-самая популярная гравитационная орбита среди нашего комьюнити – это орбита подготовки. Это история про 7 раз отмерь, 8 раз отмерь, 9 раз отмерь. Но пока не режь. Это как раз-таки про перфекционизм и прокрастинацию. И мне тоже это знакомо. Это моя лично вторая по активности орбита. То есть моя первая любимая – это борьба. Мне это тоже очень знакомо, очень понятно, очень близко. Вторая по популярности гравитационная орбита – это орбита борьбы. Это вот как раз-таки про то, что когда у тебя в руках молоток все вокруг выглядит, как гвоздь. И смотрите, что интересно, что самая редко выраженная, да, слабо выраженная орбита среди участников наших тестов – это орбита игнорирования. Я думаю, нам многим тяжело, тяжело просто ждать каких-то ситуаций, где-то отпустить контроль, где-то просто понять, что вот это от меня не зависит или это меня не касается. А это очень важный навык, потому что иначе мы тратим кучу лишней энергии. Вот работа с тем, чтобы научиться пользоваться этой орбитой и, например, меньше использовать эту – это очень важная, очень трансформирующая работа. И что здесь любопытно, мне кажется, принципиально важно даже, что свою структуру орбит можно поменять. И сделать это можно в любом возрасте. Со своей гравитационной орбиты можно слезть. И, собственно говоря, весь второй блок метода нейроинтеграции, весь второй модуль программы «Новая орбита», которая, кстати, у нас 5 апреля стартует, это про то, чтобы слезть со своей гравитационной орбиты. И это можно сделать. Это можно сделать. Знаете, я люблю шутить, что если у тебя есть пульс, иди, проверь, есть у тебя пульс. Если у тебя есть пульс, у тебя есть нейропластичность. Это значит, что ты можешь протоптать новый путь. Многие думают, что вот у меня уже возраст. У нас на программе участвуют люди 60-летнего возраста. У нас, по-моему, даже за 70 были участницы, которые прокладывали новые стратегии поведения. Потому что свойство нашего мозга ключевое, фундаментальное, принципиальное, очень-очень ценное свойство нашего мозга – это способность меняться, исходя из того, какие задачки мы ему подкидываем. И если мы системно в течение двух-трех месяцев подкидываем ему новые задачки и решаем их новыми методами, то у нас появляются новые нейронные контуры, которые позволяют нам по-новому реагировать на старые обстоятельства. Как это происходит? Что для этого нужно? Как срулить со своей гравитационной орбиты? Есть три шага. Каждый из этих шагов очень-очень важен. Но перед тем, как вообще что-то делать, я очень вам советую вообще, в принципе, узнать, что является вашими гравитационными орбитами. Это штука, которая постоянно динамично меняется. И поэтому очень любопытно, если вы давно не проходили наш диагностический тест, то можете его пройти еще раз, узнать вообще, как выглядит ваше распределение. Где у вас какая из орбит у вас наиболее мощная, скажем так. Но если вы уже познакомились со своими орбитами, и у вас есть желание с них срулить, то, по сути, алгоритм, который мы используем, я его сейчас покажу в верхнем уровне, в верхнем уровне на таком более детальном уровне мы это даем в программе «Новая орбита», выглядит так. Первый и важный ключевой шаг, такой шаг ноль, это быть в зеленой зоне. Я еще раз хочу вас позвать, посмотреть прошлый тренинг. Прошлый тренинг по мере баланса рассказывает про синюю-зеленую-красную зону и про то, как по-разному наш мозг себя ведет в зависимости от того, насколько активирована у нас психика, и про то, как можно приходить вот в это сбалансированное состояние. Если так, очень упрощенная зеленая зона это сбалансированное состояние нашей психики. Фишка в том, что нам для того, чтобы делать любые дальнейшие шаги, нам необходимо быть в этой зеленой зоне, потому что в зеленой зоне наша префронтальная кора активно вовлечена вообще во все, что с нами происходит, и дальнейшие шаги мы не можем сделать без префронтальной коры. Поэтому первый такой шаг, без которого ты никуда не денешься, это привести себя, ну если уж не совсем зеленую зону, по крайней мере в ее окрестности, где наша префронтальная кора вовлечена в процесс выбора и принятия решений. Следующий шаг – это, собственно, заметить. Заметить, на какой орбите ты сейчас оказываешься, куда ты начинаешь сваливаться. Мы создали метод, он называется стоп-метод, это метод, состоящий из четырех шагов. В его фундаменте когнитивно-поведенческая психология и когнитивно-поведенческая терапия, которые помогают выловить и познакомиться со своими триггерами, со своими маркерами, которых ты укатываешься в орбиты. Потому что перед тем, как мы скатываемся в какую-то стратегию поведения, у нас обязательно есть некие такие звоночки, которые мы, если выловим на ранних стадиях, то нам будет гораздо проще сделать следующий шаг. А следующий шаг – это вырулить. Мы называем это когнитивным серфингом. Это навык, который помогает нам, активируя нашу префронтальную кору, начать видеть больше вариантов. Это вот, знаете, история про то, а что, так можно было? Знаете, вот когда ты вот что-то делал, делал, мучился, потом ты посмотрел, как кто-то другой делает, и ты понимаешь, он делает это в 10 раз проще, и ты такой, а что так можно было? И вот эта вот история, а что так можно было? Это про гибкость мышления. И это про то, чтобы включать свою префронтальную кору и научиться искать варианты, искать больше вариантов, видеть больше вариантов. И это абсолютно возможно. Это не какая-то там уличная магия. Это происходит за счёт того, что мы тренируем нашу переднюю поясную кору, нашу инсулу, нашу префронтальную кору, чтобы мы могли творчески находить новые варианты. И вот эта вот схема, да, я её сейчас так немножко в верхний уровень вам показала, но эта схема сначала балансировки своего состояния, чтобы твоя префронталка вообще включилась в процесс, потом навык замечать свои орбиты, потому что чем раньше ты заметил, тем раньше ты можешь так, что называется, на тормоз нажать. И третье – способность находить альтернативные варианты. То есть если орбиты – это стандартные траектории, то серфинг – это про то, чтобы видеть альтернативные дорожки, которые к орбиту вообще не обязательно могут относиться, могут быть альтернативные пути. И это как раз-таки, ребят, про творческое мышление. Многие думают вообще, ну такая идея творческого мышления, креативности, она какая-то такая, окутанная флёром загадочности, и кажется, что это что-то такое вот у кого-то есть, у кого-то нет, кто-то творческий, кто-то нетворческий. На самом деле творческий подход, он же не обязательно только в том, чтобы там, я не знаю, рисовать, лепить и петь. Творческий подход – это про нахождение нестандартных решений. Он нужен предпринимателям, он нужен людям в продажах, он нужен в маркетинг, он нужен везде, потому что это способность видеть альтернативные варианты. И это, собственно, когнитивный серфинг. И вот если мы формируем эти три навыка, навык нормализации состояния, навык замечания, навык выруливания, то в итоге у тебя открываются совершенно новые возможности. Ты можешь стать автором своих действий, да? Не актёром, которому по стандартному скрипту нужно, значит, выйти на сцену, я не знаю, хлопнуть в ладоши, сплясать ГПК, правильно? ГПК же. А у тебя появляется возможность выбирать, что ты будешь делать. Ты становишься таким сценаристом, а не только актёром безвольным. И мы, собственно, замеряя по оценкам самих участников, у нас больше 4000 человек прошло новую орбиту, и вот за 12 недель по их собственным оценкам 93,8% участников снизили самосаботаж и научились более гибко реагировать. Это не значит, что они всё, у них самосаботажа всё, нету больше, они постоянно делают только логические действия и больше никаких, и вообще они идеальны. Абсолютно нет, и я сама периодически скатываю свои орбиты, но важно что? Важно то, какой процент времени ты являешься автором, а какой процент времени ты являешься, так сказать, такой немножко марионеткой своей лимбической системы. И когда этот процент повышается, то ты вдруг понимаешь, что ты на самом деле автор, ты и можешь быть. И то, что ты раньше думал, ну, у меня такие особенности характера, ну, вот у меня такой темперамент, ну, вот я такой человек импульсивный, или я человек такой пассивный, или я человек такой осторожный, нету такого человека, понимаете, никто не рождается таким человеком. У нас есть предрасположенности, с которыми дальше ты, в зависимости от того, что ты делаешь в жизни, ты работаешь. Если посмотреть на там сиамских близнецов, которые воспитывались в разных условиях и делали разные вещи, то у них могут быть совершенно разные темпераменты, совершенно разные поведенческие стратегии. И причина в том, что, да, у них одинаковая генетика, одинаковая предрасположенность, но эту предрасположенность они дальше пересобрали, потому что их нейропластичность за время их жизни увела совершенно в другую сторону. И этой нейропластичностью вы можете управлять через практики. Именно этим мы занимаемся на новой орбите. Я еще раз хочу вас пригласить на нашу программу. 5 апреля она будет, начнется в последний раз с моим личным участием. Этот метод, которым я сейчас с вами так вдохновенно делюсь, мы сейчас выводим на международную арену. И у нас уже компании из списка Fortune 500. Мы ведем их в рамках этого метода. И моя большая задача вывести, сделать этот метод масштабным, международным. Это потребует очень много моего времени. И я уже не смогу вести программы. То есть наш институт, он продолжит действовать в России, в странах СНГ. Не только мы ушли в США, и все будет на английском. Но я сама эти программы вести уже не смогу. Вот так же каждую неделю с полным вовлечением, когда я каждую неделю отвечаю на вопросы, когда я там читаю эти чаты. Просто это огромная-огромная инвестиция. И вот в апреле у нас будет последний раз, когда я это буду делать сама. Это трехмесячный тренинг по реализации вашего потенциала через работу с состоянием, мышлением и действиями. Я вам очень советую присоединиться. Но если вы не уверены, что это то, что вам нужно, я вам вот какой план предлагаю. Пройдите обязательно диагностический тест. Это бесплатно. После этого я вам рекомендую, если вам не очень ясны, если вы не очень понимаете, как интерпретировать эти результаты. После теста там есть видео, я рассказываю, как их интерпретировать. Но если у вас остались вопросы, если что-то непонятно, вы можете записаться на экспресс-консультацию к нашим сертифицированным тренерам. До конца марта мы взяли наших сертифицированных тренеров. Мы их наняли. Для того, чтобы они проводили эти консультации бесплатно. Мы им платим, чтобы они вас консультировали. Для того, чтобы у вас было максимальное понимание того, что, куда и как. Поэтому если вы чувствуете потребность что-то для себя прояснить, вы можете попытаться забронировать окошко с нашим тренером и поговорить, обсудить, что вам нужно, какой у вас запрос и насколько эта вам программа вообще в принципе подойдет. Я вам приглашаю вас присоединиться к новой орбите. Как я уже сказала, это в последний раз будет с моим участием. И дальше за 12 недель мы с вами поочередно мы начнем с работы с состоянием, потому что это фундамент, который нам понадобится для того, чтобы работать с мышлением и с нашими орбитами. И финальные 4 недели – это спринт, в котором мы пойдем и будем делать те вещи, которые до этого вызывали ваше сильное сопротивление, которые вы до этого не могли сделать. И мы выстроим систему действий для того, чтобы это реализовать. В общем, состояние, мышление и действия. При этом это абсолютно нулевой риск для вас. Мы в отличие от большинства программ, которые дают доступ к обучению, тем более если там есть какие-то тренеры, мы предлагаем гарантию возврата денег. Вы две недели можете смотреть материалы, ходить на встречи со мной. Если вы поймете, что это вам не дает пользы, вы можете сделать возврат. Поэтому риск нулевой возможности – ого-го! Я вас от всей души прям приглашаю. Мне хочется этот последний, со мной последний набор сделать просто ого-го. И он будет, правда, космический. Но в завершение я хочу вам напомнить одну очень важную вещь, что все в ваших мозгах, что реализация вашего потенциала – это не про внешние обстоятельства, это не про ваши гены, а в первую очередь это про структуру связи в вашем мозге. И вы можете на эту структуру связи влиять. Вы можете это делать в любом возрасте за счет нейропластичности. И у нас есть набор практик, которые собраны в конкретный алгоритм, который вы можете забрать и использовать всю оставшуюся жизнь для того, чтобы управлять своим состоянием, своим мышлением, своими действиями, а значит, управлять в своей жизни. На этом все на сегодня, друзья. Последний тренинг в этой серии про действия выйдет на следующей неделе. Я вас крепко обнимаю. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok